Российская армия ведет активное наступление на трех участках фронта. Расскажу, как изменилась обстановка в Торецке, Часовом Яре и других районах за неделю. Истребители F-16 прибыли в Украину или все-таки нет? Белоусов рассказал, как много беспилотников получает Российская армия, однако есть важная деталь, которую напомнили Z-военкоры. С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Давайте начнем с обзора фронтовых событий за неделю. Их было не так много, все самое важное происходит возле Часового Яра, Торецка и на Очеретинском выступе. На этих кадрах Российская БМП-3 пересекает линию канала на восточной окраине Часового Яра. Их атаковали беспилотниками, но окопы, которые вы видите на своем экране, были пустыми, то есть в СУ оставили этот рубеж обороны. Здесь, собственно, канал, большая траншея с водой, переходит в трубы. Это видно по гугл-снимкам. Есть дорога, по которой проехала техника, можно также пройти пешком. Скорее всего, на этом и аналогичном участке южнее и будут пытаться прорываться российские военные. Уже появились сообщения о захвате первого ряда домов в микрорайоне Новый, но они не подтверждены. Город все также обстреливают, бомбят. Но полноценно пересечь канал российские части пока не могут. Что касается Торецка, то здесь все еще сложнее для ВСУ. Угроза окружения все еще актуальна, но не менее опасна то, как продвигаются российские войска в районе Зализного и Пивденного. Это пригороды, они практически полностью уже оккупированы. Наступающие подходят и к самому Торецку. Вот так сейчас выглядит сам город. Он разрушен на 70%, однако в домах остаются 3,5 тысячи жителей. Будем надеяться, они успеют эвакуироваться в ближайшее время, потому что теперь Торецк — это зона активных боев, и российская армия попытается сравнять его с землей, как Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Волчанск. А южнее города развивается наступление на Нью-Йорк. Бои проходят уже в самом городе, одновременно с этим зафиксировано движение в сторону Пантелеймоновки. Плацдарм расширяется медленно, но неуклонно. Самое серьезное продвижение российской армии по-прежнему на Покровском направлении. Здесь, как и ожидалось, российская пехота идет на юго-запад по железнодорожной насыпи, одновременно с этим продвигаясь в сторону села Желанное, чтобы отрезать украинскую линию обороны. А севернее было захвачено село Веселое и продолжается движение по южному берегу реки Казенный Торец. Конечно, все эти наступления не обходятся российской армией малой кровью, а ровно наоборот. Потери огромные. Даже военкоры уже открыто пишут, что людей не хватает. Например, Котинок на этой неделе выкатил целую серию постов. Лейтмотив простой. Людей используют как мясо в штурмах, и они заканчиваются. И все успехи российской армии, те несколько километров захваченной украинской территории, достигаются невероятными, просто рекордными потерями. Тем временем, на этой неделе активно писали об истребителях F-16, которые якобы уже прилетели в Украину. Даже полуофициально сообщали о прибытии шести самолетов из Нидерландов. Украинская сторона это не подтвердила, хоть и были слухи, что F-16 уже даже выполняют задачи и помогают ПВО. Те фото и видео, которые появлялись, вот они сейчас на ваших экранах, ненадежные. Многие говорят, что это фотошоп. Достоверность вот этого видео также не подтверждена. Вполне вероятно, самолеты действительно прибыли, их и ожидали примерно в это время и даже чуть раньше. Но также логично, что о них не сообщают официально и не показывают. Все-таки это оружие, и его хотят использовать более-менее внезапно. Ждали F-16 еще в июне, и я думаю, если уж российские военные и собирались подготовиться, то они уже подготовились, если конечно смогли. Кстати, писали, что всего два десятка украинских пилотов научились управлять F-16, то есть самолетов будет немного. Так или иначе, Украина активно готовится к прибытию F-16, наносит удары по аэродромам и ПВО, чтобы сократить число противников для американских истребителей. Вот на неделе появились кадры с результатами атаки аэродрома Саки, по нему ударили ракетами Атакамс. Обломками или поражающими элементами был поврежден истребитель Су-30СМ, который затем сгорел. Довольно ценная и дорогая, на самом деле, машина. А сегодня с утра беспилотники ВСУ второй раз за две недели атаковали аэродром Морозовск. На территории аэродрома в Ростовской области, где базируется бомбардировка, Су-34, а также истребители, зафиксированы многочисленные пожары, но и без спутника видно, насколько сильно горит. В ближайшие дни мы наверняка получим снимки с последствиями, но вероятнее всего был поражен склад с авиабомбами, одна из важнейших целей для украинских дронов. Те самые ОМПК, которые российская авиация постоянно сбрасывает на фронтовые позиции. В свою очередь, российские войска нанесли удар по аэродрому в Харькове. Самолетов там, понятное дело, нет уже давно, но есть радары. Во всяком случае, так считает российская разведка. Удары, предположительно, пришлись на РЛС «Скала-М» и АТСР-33С. Он под куполом стоит. Да, сам купол, как видите, полностью разрушен, но обломков радара по вот таким кадрам не особо различить. В принципе, радары могли оставаться на аэродроме после его закрытия. Их вряд ли бы попытались как-то вывозить. Если они работали, то помогали украинским ВВС и ПВО следить за обстановкой в небе. Но не факт, что работали, честно говоря. А теперь давайте коротко пройдемся по всей карте фронта. В Харьковской области никаких изменений. Продолжаются городские бои за Волчанск. Луганский фронт также стабилен, а в Часовом Яре идут столкновения вокруг канала. О них я вам уже рассказывал. Российские войска пытаются пробиться в город с востока. Постепенно расширяются плацдармы наступления под Торецком и в Нью-Йорке. Города превращаются в развалины под обстрелами и авиаударами. Заметно расширился Очеретинский выступ. Российские войска двигаются на юго-запад и на запад в районе Ивановки и Желанного. Южнее продолжаются бои за Красногоровку, а также наступления на запад от Новомихайловки. Сообщалось, что российские силы пересекли дорогу, которая ведет от Углидара в Константиновку. Запорожский фронт в целом стабилен, никаких серьезных изменений нет. А теперь давайте поговорим о потерях техники. Всего за 891 день войны российская армия потеряла 3296 танков и 6406 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1187 артиллерийских орудий ИСАУ, а также 399 реактивных систем залпового огня. Сбиты 121 самолет и 139 вертолетов. За неделю потери увеличились на 25 танков, 53 боевые машины и 7 орудий. Курган Машзавод показал отправку новой партии машин БМД-4 и бронетранспортеров Ракушка. На кадрах видно около 12 машин. Столько завод изготавливает за полтора месяца. Кроме этого, в Кургане проводят модернизацию машин, снятых с хранения. Несмотря на заверение, что завод выпускает машины сверх плана, этого даже отдаленно недостаточно, чтобы покрыть все потери машин в российской армии. Поэтому все чаще мы видим пехоту, наступающую буквально пешком без техники. И если производство боевых машин быстро увеличить не удалось, то с дронами все иначе. Украинские объекты начали атаковать новые беспилотники. Гербера. Их конструкция максимально простая и дешевая. Фанера, пенопласт, пилотный контроллер, GPS. Проще уже некуда. Ну и двигатель, конечно, стандартный. Но ущерб от такого оружия значительно выше его стоимости. Герберы, судя по всему, уже используют российские военные в небе над Украиной как дроны-приманки, дроны-ловушки, чтобы перегружать российское ПВО. То есть запускают вот эти дешевые беспилотники, собранные из хлама, чтобы украинские военные тратили на них ракеты. Ну и в целом отвлекались и тратили время на их уничтожение, пока другие беспилотники или ракеты крылатые будут поражать какие-либо цели. Вот, кстати, еще один из примеров возможного использования беспилотников. В Донецкой области сбили вертолет Ми-8 российский. Одна из версий произошедшего, его атаковали дроном во время взлета. Ну, подтверждений конкретно такому варианту развития событий пока нет, но экипаж вертолета погиб. Российские каналы утверждают, что вертолет также мог быть атакован ракетами «Хаймарс». Ну и они тоже подтверждения конкретного не дают. Дроны стали настолько насущной проблемой, что надеяться только на Бога, что он спасет от атаки с воздуха уже невозможно. Даже священники оборудуют мобильные церкви мангалами от FPV-дронов. Как видите, с мангалом и Божьей помощью церковь еще цела. В украинской армии к 3 августа потеряно 880 танков и 2096 бронированных машин. Уничтожены 594 артиллерийских установки и 77 систем залпового огня. Подтверждены потери 97 самолетов и 47 вертолетов. Потери увеличились на 9 танков, 10 боевых машин и 3 орудия. Про поставки самолетов F-16 возможные я уже рассказал. Среди другой важной помощи западные танки. Очередная партия из 8 танков «Леопард-1А5» пришла из Германии и Дании. Кроме того, ФРГ передала 21 тысячу снарядов к зенитным установкам «Гепард» и две бронированных ремонтно-эвакуационных машины. Продолжаются обстрелы гражданских объектов в Украине. На этой неделе десятки снарядов выпустили по Чернобаевке в Херсонской области. На видео можно заметить последствия этих обстрелов. В основном пострадали частные жилые дома и их жители. Российские военные также обстреляли Никополь. По сообщениям мэра это были дроны-камикадзе, повреждены дома, школа, автобусы. И есть погибшие две взрослые женщины, мать и дочь. Сумская область из-за границы с Россией также постоянно под ударом. На неделе ее обстреливали 4 раза. Ранение получил один гражданский. Харьковскую область тоже обстреливали несколько раз. В результате одного из таких ночных обстрелов погиб мужчина. И вот еще абсолютно душераздирающие кадры из Харьковской области. После атаки на поселок Великий Бурлук один из спасателей приехал ликвидировать пожар. По собственному адресу погибла его жена, а 10-летний ребенок получил серьезные ожоги. В Донецкой области уже на 70% уничтожен город Торецк. Бои идут на границах города, а погибших от обстрелов хоронят прямо во дворах домов. Большинство безвылазно сидит по укрытиям. Это еще один город, который путинская война практически стирает с лица земли. В СУ в ответ обстреливали и российские регионы. Как обычно, больше всего страдает приграничья. В Белгородском Шебекино после очередного удара сильно горела крыша жилой многоэтажки. Никто из жителей не пострадал. Но во время другой атаки по Шебекино без пострадавших уже не обошлось. Это два местных жителя. Атака тоже была по жилым домам, как видно по фото. Во время войны мирные люди и гражданские объекты страдают очень серьезно. Особенно, когда бои становятся интенсивнее. Волонтеры СИАИТ подсчитали, что только по их данным при обстрелах по обе стороны фронта за июль погибли как минимум 278 гражданских. И еще не менее 1600 получили ранения. Это просто безумные цифры. На прошлой неделе задержали генерала армии Дмитрия Булгакова. С тех пор стало известно, что ему вменяют ущерб на 1,3 миллиарда рублей. Всего-то 9 миллионов пайков закупил по завышенной цене, да еще и некачественных. Но это не самое интересное. Появились кадры с обыска в квартире Булгакова. Вот тут, конечно, чистое золото. Начнем с легенького. Медали. Много-много медалей. Это предсказуемо. Все как у начальника Ушайгу. Про орден Золотая Звезда тоже не забудем. Все-таки имеем дело не с кем-нибудь, а с героем России. Дальше картины. Портрет из мозаики. Словно вырванный из панно того самого храма войны. Портреты из разных эпох. Тоже такая традиционная штука для высокопоставленных российских вояк. Ну портретов вообще много. Но дальше просто посмотрите на это. Революционные сюжеты с лицами вояк нынешних. Это что за намеки такие? Угрожают вытащить деда из дворца и расстрелять где-нибудь в Екатеринбургском подвале? А вот это моя любимая. Шойгу вместо Кутузова планирует сдачу Москвы. Вот это дискредитация армии. Вот это я понимаю. Ну а вот еще один генерал-лейтенант ФСБ. Владислав Менщиков. Кстати, арест Эвана Гершковича как раз на его совести. Менщиков отвечает за контрразведку в первом отделе ФСБ. И, конечно, наворовать миллиарды на коррупционных схемах он тоже не забыл. Сначала сколотил себе состояние через фирму, которая выпускала вооружение, противовоздушные, противоракетные обороны. А потом инвестировал все в недвижимость на 3 миллиарда. Ну и стандартно переписал имущество на родственников. Другой задержанный на этой неделе. Не генерал, конечно, но 400 миллионов украл. На поставках несессоров для армии. Речь о компании Вейнторг и ее генеральном директоре Владимире Павлове. К слову, он давний бизнес-партнер Елены Шабуновой, бывшей любовницы Шойгу, которая тоже наворовала денег на контрактах с Минобороны. Мы уже привыкли, что регионы постоянно повышают выплаты за подписание контракта на войну. Но теперь эту выплату поднял сам Путин. Речь о единовременной сумме, которую в народе называют подъемной. Раньше Минобороны платило 195 тысяч, теперь будет платить сразу вдвое. 400. Понятно почему. Люди все реже соглашаются идти на войну. Вот важная история. И СИТ подсчитали количество выплат контрактникам. В 2023 году всего было 345 тысяч, а за первые три месяца 2024-го 73,5 тысячи. И это сильно разнится с цифрами от Минобороны. Те заявляют о наборе аж 640 тысяч человек за все это время. А по выплатам получается только 426 тысяч. И то, если там ничего не украли за счет приписок, финансовые данные-то взятые из официального бюджета Минобороны. Могли ли в Министерстве обороны ничего не украсть и все точно прописать? Ну, решайте сами. Источник важных историй на пункте набора контрактников говорит о выполнении плана лишь на 50-60%. А СИТ добавляет, часть людей, получивших выплату, на фронте не появляется. Ведь главное, чтобы регион мог отчитаться о выполнении плана. А что там на фронте никого не интересует? Ну, а вот еще одна история довольно интересная. Белоусов приезжал в 45-ю бригаду спецназа ВДВ и довольно забавно ответил на просьбу военного. В основном направлении селения Крымки, в данном направлении, выполняли боевые задачи. Хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров, чтобы было как можно меньше потерь личного состава. И наблюдать за самими задачами непосредственно. Количество эпидронов резко увеличилось. Сейчас, я вам посмотрел, у нас по 4 тысячи в сутки. Солдат говорит, дронов не хватайте, дайте дронов. А Белоусов ему, да не, мы 4 тысячи в сутки поставляем. Как там было? Ошибаться можно, врать нельзя? Зетвоенкоры, которые регулярно пишут о нехватке беспилотников, очень порадовались словам министра обороны. Военкор Романов раскрывает секрет количества. Клепают одинаковые дроны с одинаковыми частотами, которые ВСУ давно глушат. Беспилотники летают в землю. Зато на изготовление унифицированных дронов уже выделили аж 120 миллиардов рублей. Белоусов ведь сторонник генплана. Вот все по плану будет строго одинаковые беспилотники со всех сторон. И для ВСУ это действительно плюс, потому что самая главная сложность работы РЭП это поймать частоту, на которой летит дрон, с которой он управляется. Не все глушилки работают на разных частотах. Заранее ты не знаешь, какую частоту использует ну вот этот конкретный беспилотник, который прямо сейчас вдруг прилетел. Поэтому стараются делать в том числе универсальные установки. Но они тяжелые, дорогие, жрут много электричества банально. А так удобно, если заранее известно, что все беспилотники одинаковые. Поставил одинаковые глушилки везде и все. Небо все прикрыто. Ну а в то же время детей в летнем военно-патриотическом лагере сейчас учат реально необходимым навыкам для путинской России. Думаете, я вам снова буду рассказывать, как они проходят военную подготовку? А вот и нет. На этот раз школьникам решили показать, как подавлять протесты. Такие учения провели сотрудники спецназов СИН, показали приемы по задержанию правонарушителей и рассказали, как важно соблюдать закон. Ну, если половина школ учится охранять, значит другая половина будет учиться сидеть. На этой неделе случилось действительно историческое событие. Большой обмен шпионов на политзаключенных. Последний раз подобное было во времена СССР. Путем долгих переговоров, упорной работы, нескольких стран и огромного количества людей удалось освободить 16 узников Путина, среди них несколько наших коллег. И мы бесконечно рады за каждого, кто теперь на свободе. Все эти люди получили нечеловеческие сроки за то, что открыто и активно выступали против войны в Украине и хотели для России лучшего будущего. Именно так должен был оказаться на свободе Алексей Навальный. Первый обмен строился вокруг него, но Путин в последний момент убил Алексея, лишь бы не выпускать его на свободу. На пресс-конференции об этом говорили освобожденный Илья Яшин, Владимир Карамурзай и Андрей Пивоваров. Путин получил от Запада провалившихся шпионов, мошенников, убийц. Он лично встречал их у трапа самолета с нарисованной красной дорожкой и почетным караулом во Внуково. Каравая с хлебом и солью только не хватало. Обещал даже представить госнаградам как настоящих героев и патриотов. Как говорится, какая власть, так и и герои. Больше всего Путин, конечно, жаждал возвращения только одного человека, киллера Красикова, который был ключевой фигурой обмена. Его он при встрече обнял, сказал здорово, по-братски. Все-таки на одно стрельбище в молодости ходили. Судя по новой информации журналистов, Красиков вообще был охранником Путина во времена работы в мэрии Санкт-Петербурга, а позднее мог даже убить Собчака, по приказу «сами понимаете кого». Вот такая вот новейшая история России. Киллера встречают с почестями, а тех, кто посмел бороться за мир, справедливость посреди войны, выдворяют из страны. Такая получилась неделя. Для вас работали Ян Матвеев, Ладлен Лось и большая команда за кадром. Как обычно, с вас лайк, подписка. А если хотите поддержать нашу работу финансово, ссылка на Patreon внизу. Спасибо тем, кто уже поддержал. Кроме того, вы можете купить вот такую очень крутую, очень важную футболку в нашем магазине мерча. Все деньги от продажи, естественно, пойдут на борьбу с Путиным, как и всегда. А я прощаюсь с вами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok